Друзья, BZ520, вот такой вот проектор, большой, яркий, прикольный, по своим функциям я его откладываю, потому что вы его увидите сейчас на распаковочке, вот я его убираю. Но, чем интересен данный проектор? Я вам объясню, все очень просто. Не часто я могу сказать, что проектор вот совсем по-настоящему меня заинтересовал, а именно меня заинтересовали его возможности. Наконец-то в такого рода проектор, кроме того, что поставили нормальную формулу памяти 2х32, при этом убрав полностью Google сервисы, поэтому 2 гигабайта полностью хватает. А другое это то, что у проектора яркость 20 тысяч люмен, а третье нормальный процессор MTK с декодингом HDR10, с нормальной продуктивностью, с возможностью проигрывать наконец-то там 1080p, либо 2К, 60 Гц HDR в YouTube, с возможностью нормального проигрывания фирмы, и наконец-то с принятием сигнала 4К из сторонних источников. Я имею в виду, например, когда подключаюсь к Xiaomi Mi Box, то он наконец-то видит сигнал 4К, и, конечно же, его там, грубо говоря, ужимает в 1080p. Но это теперь можно, потому что этот проектор нормальный за его цену, за его цену, при этом с автофокусом, с автокейстоном, мы сейчас разберем в обзоре, мы сейчас перейдем с вами. Знаете, что сделаем? Мы сейчас распакуем, посмотрим, сколько стоит, а потом идем на тесты, и уже сделаем выбор. Так что на канале Технозон вот этот вот BZ520, и вообще, сейчас еще название у него BZCO, или BZCO, или BZCO, я не знаю, я не знаю, как это репетировать. Ну, в общем-то, на канале Технозон поехали. BZ520 с большим разрешением и яркостью, как они заявляются. Слушайте, ну, Full HD, 1LCD, 4-точечный Keystone и автофокус у нас есть от 55 до 300 дюймов. Кстати, вот то, что он не короткофокусный, есть небольшой момент. Здесь, возможно, чуть-чуть более сильный эффект линзирования, чем у его конкурентов. Хотя в этом тоже есть свой плюс. То есть здесь должна быть больше яркость. Давайте смотрим сразу на аксессуары. Кстати, хорошо упакована коробку, хотя я примяла чуть-чуть, но... Не повредила. Да, не повредила ничего. Пульт. Вот такой вот, видите, с кнопками фокуса. Самый обыкновенный. Здесь у нас есть винт регулировки углов наклона. Кабельный? Да, но он вставляется. Кабель питания и HDMI. Также переходник 3.5 на RCA. Достаем. А ну, придержи, пожалуйста. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Смотри. Линза какая. Линза. Ну, когда говорят как глубоко, это чуть-чуть про другое. Но это серьезная линза. Здесь нету крышки. Это серьезная линза. Камера автофокуса. Сразу говорю, есть. У нас, вот, пожалуйста, есть система вентилирования. Вот захват фокуса воздуха. Вот у нас радиатор. Слушай. А вообще, он очень интересный. У нас есть панель навигации. Сенсорная. 2 USB, LAN RG45, 2 HDMI. Наушнички аудио-видео. Вопрос другого характера. Ага. Есть у нас. Вот он, пыльник. Это, кстати, меня постоянно спрашивают, что я это освещал. То есть, есть у нас пыльник. О, большой. Не фига себе. Большой говорит про пыльницу. Леночка. Ну, здесь можно чистить пыльник. Хорошо. Слушай, а тут больше-то и смотреть на нем нечего. Линза меня впечатлила. Посмотрим, что он будет нам показывать на тестах. Поэтому давай, наверное, переходить уже тестировать. Интересное решение, кстати. Первый раз такое вижу. Ну, не первый, но в последнее время такое первый. Слушайте. Ну, проектор стоит 316. Почти 317 долларов. Безет 520, Full HD, 20000 люмен, 2х32 с HDR10 и автофокусом. Давайте посмотрим более точно. Wi-Fi 6. Они тут декларируют. Ну, такое себе. Я вам скажу. С Wi-Fi я сильно не заморачивался, потому что коннект у него слабоватый. 2х32, 6D Keystone. Это мы все посмотрим. Варианты проекции уже в самом проекторе. Есть Miracast, подтверждаю. Google Play Store тоже подтверждаю. И вот теперь, смотрите, Projector Specification. Нативные Full HD. Да. Максимальное разрешение 4К. Да. С внешнего устройства 4К он с TV-бокса берет вообще без вопросов. При этом он может декодировать 4К. И с внутреннего, скажем так, на внутреннем плеере он проигрывает HDR. Это все действительно выглядит очень красиво, очень хорошо. И YouTube с HDR на внутреннем плеере тоже отрабатывает отлично. Достаточная яркость. Но вот то, что на внутреннем плеере есть, вы дальше увидите. Там есть определенные моменты. Мы вам всю правду расскажем. Hi-Fi, Stereo Sound. Звук действительно неплох. Я был удивлен. И, кстати, я удивлен, что вы до сих пор не подписались. Пожалуйста, подпишитесь, нажмите колокольчик. И ссылочка вот эта вот на плеерного продавца лежит в описании под видео. Теперь Auto Keystone работает. Auto Enter the Screen, короче, работает. Автообстенция, то он убирает, грубо говоря, если есть какие-то помехи на экране, там, допустим, стоит там какое-нибудь препятствие, то он его сожмет до беспрепятственной зоны. С этим мы тоже всем согласны. Тут как бы более-менее честно все написали. И 4К он поддерживает, но только декодирование, не вывод. Матрица здесь Full HD чистая. 2х32 тоже подтверждаем. Ну, для игр такое себе. А вот теперь вот именно интересна линза. То есть у него есть от 51 дюйма до 224 дюйма. Фокусное расстояние от 1,4 метра до 5,9 метров. То есть у нас идеальное соотношение от 2,3 метра до 3,2. Это от 86 дюймов до 122. То есть это вот очень хорошо. А в Auto Keystone тоже это все работает. Слушайте, ну, в принципе, я могу подтвердить большое количество того, что они написали. Но не без определенных нюансов, о которых мы с вами сейчас поговорим. А вот знаете, что самое интересное? Они здесь показывают корректировку настройки. Но они по-хитрому написали, что оно поддерживает именно вот эту корректировку изображения. Ну, конкретно на сторонних устройствах. Вот так вот. Об этом я вам и расскажу тоже, в принципе, в самом обзоре. Слушайте, ну, классный проектор. На самом деле классный проектор. Давайте переходить, тестировать, а потом делать выводы. Ну что, друзья, вот и главное меню китайского стандартного проектора. Ну, действительно, вот одинаковая на всех. Они все покупают эту прошивку, которую разработала компания. Одна единственная разница у них в настройках. Сразу говорю, здесь в настройках действительно есть много интересного. Есть источники ввода, есть у нас стандартные параметры и уже сами настройки. Так, об устройстве. Версия андроида, наконец-то, одиннадцатая. Наконец-то, памяти 2 гига сделали, 32 хранилища. Объясню, здесь нет Google сервисов традиционных, поэтому 2 гига более чем достаточно. И это тот проектор, который можно использовать без внешнего устройства. Смотрите, в других настройках у нас включение источника сигнала. То есть мы можем с вами при включении задать источник сигнала. Включение питания, можем задать приложение, которое будет у нас при включении работать. Время заставки, тайм-аунт заставки, мышь, HDCP и восстановление заводских настроек. В принципе, для этого проектора это вообще не важные настройки. Потому что обычно там достаточно включения приложения при подаче питания и тому подобное. Языки. Поддержка русского, английского, испанского, немецкого, польского, украинского, к сожалению, нет. А дальше настройки сети. 5 ГГц Wi-Fi поддерживает. Настройки Bluetooth для того, чтобы путь, например, приколопуцать. Управление приложениями тут абсолютно все стандартно. Просто удаляется приложение. И настройки проекции. Тут у нас самое интересное. Есть варианты смены проекции при различных вариантах крепления. Масштабирование экрана есть. Есть настройки фокуса. Конечно же, есть автоматическая фокусировка при включении питания. Просто автоматическая фокусировка, но я для себя отключаю. Я предпочитаю фокусировать сам через вот такой интерфейс управления, через кнопки фокусировки. Бывает, что при изменении какого-то освещения или тому подобное, автофокус может не совсем корректно работать. Быстрая коррекция трапецоидного. Это у нас просто-напросто трапецоид по плоскостям. А есть у нас еще четырехточечная коррекция. Также у нас есть всенаправленная автокоррекция. Я вам скажу так, работает она с некоторыми замечаниями. Я должен вам все честно рассказывать. Поэтому я использую мануальную четырехточечную коррекцию. И есть сброс трапецидальной коррекции с автоматическим вводом шторки. Автоматический обход препятствий. Очень классная штука. Само по себе меню незамысловатое. Тут у нас ничего такого интересного нет. Давайте посмотрим на его программную составляющую, не аппаратную составляющую. В приложениях у нас есть Miracast, есть Local Media Player для, допустим, той же самой USB флешки. Есть у нас даже Bluetooth Sound. Имеется в виду, он может работать в режиме Bluetooth колонии. Есть полноценный Google Play Store. Без заведения полноценный Google Play сервиса удобно. И есть отдельный App Store. Там такой минимальный какой-то набор приложений, который мне неинтересно. Итак, почему говорю про то, что он может работать отдельно без, допустим, ТВ-бокса. Это МТК. МТК 7332 платформа, достаточно неплохая. 2 Гига на 32. 4 ядра Cortex-A53 по 1,5 ГГц. Смотрите, это прикольно, потому что зачастую такие проекторы выпускают до 1 ГГц на порцах HiSilicon, что не есть хорошо. За отображение здесь отвечает Mali-G52, что тоже очень хорошо, достаточно мощный ускоритель. И сеточка у нас имеет такой посредственный коннект 229 Мбит на 5,2 ГГц. Но да ладно, посмотрим. Хочется с такой производительностью сразу попробовать, как проигрывает YouTube. Включаем Мавринский Майдан, наше старое классное видео. И, пожалуйста, мы имеем YouTube отлично работающий. У него нет фризов. Сейчас звук будем тестировать. Это, кстати, у нас в Украине есть такая постройка, которой 8600 лет. Одна из самых старых. А вот теперь смотрите, для меня это сюрприз. Он играет 2К HDR. Ребята, он декодирует HDR поток. Сейчас попереключаемся между разрешениями. Это 2К 60 Гц. Есть 20 стартовых дропов. Поддерживает VP9 и декодирует SMPTE 2084 цветовое пространство BT2020. Слушайте, вот этого я не ожидал. Он невероятно яркий. Посмотри на него. Очень яркий, хорошая картинка, насыщенная. А ну, сейчас цвета жизни запустим. Я удивлен, что 2К 60 Гц обрабатывает. Смотри, какая прелесть. Да. Сейчас мы сделаем громче. Ну, ребят, что я вам скажу. Звук не слишком громкий, но зато присутствует басистость. В отличие от других проекторов мы делали конкурент. Вот скажи, да, басистость здесь. Да, да, да. А ну. Он даже как блютуз колоночка сможет поработать, я думаю. Слушайте, по воспроизведению Ютуба 4К я бы не замахивался. Да и в принципе нет смысла здесь 4К тестировать. Но 2К 60 Гц в HDR он спокойненько тягает. А давайте попробуем. А ну, Лен, ты сможешь затранслировать свой смартфон? Нет. Мне вот просто интересно, как ты, как девочка. Ищи, пожалуйста, в шторке у себя трансляцию. Я сейчас выберу здесь, смотри, в программах. Есть здесь приложение Miracast. Я включаю Miracast и ищи, пожалуйста, трансляцию в шторке. Нашла? Я вообще нашла. А ну давай, у тебя появилась? Я не знаю. Опа, Леночке телефон. А ну, Леночка, галерейку открой. Там нет? А ну, вернись. А там что, оранжево-черный сайт мелькал? Да, называется ZepWise. Выкрутилась, да? Выкрутилась. Ну, галерею не будем просить туда открыть. Дискло. Все, да. Отлично работает у нас Miracast. Вопросов нет. Теперь пробуем Bluetooth-колоночку. А ну-ка. Для этого он просит нас подключиться через Bluetooth. Сейчас посмотрим. GL1B1. Есть. Он его задетектил. О, есть. Pixel 8 Pro мой подключен. И пробуем какую-нибудь песню. Можно выключить экран, кстати. Смотрите. Screen off. Screen on. Да. Какая-то песня хорошая. Ну, это что-то прикольно. Оу. Как тебе? Какой средний... Телек, да? Да. 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 Ребят, пойдет. По звуку, по звуку хорош. Хорош, действительно хорош. Вот не часто я, не часто я говорю, что там это не бюджетный телевизор, но по звуку он хорош. В данном случае нам остается с вами протестировать качество картинки. Он сейчас видит наших два накопителя. Он видит внутренний и видит внешний SSD. Обязательно идем сразу же тестируем фильмы, потому что очень люблю смотреть фильмы на таких проекторах. И на внутреннем плеере. Смотрите, у нас пишет, что не поддерживается медиа. Блядь, картинка просто охуенная. Простите меня за мой французский. Но она просто топовая. Леша, не мыль половину, просто чтобы люди видели половину этой картинки. Камера не передаст. Но он, а ну подожди, дай я остановлю. Мне интересно другое. Можем ли мы здесь корректировать? Южно-лево, здесь, смотри, здесь мы можем звуком управлять. А скорее всего мы сможем в разделе картинки еще и калибровку провести. А ну тихо, а ну 8К. Замахнемся на 8К. Ааа, нет, 8К он не декодирует. Ну тут уж уж, а ну тихо, где мини-мен? Идем. Если вы хотите с AC3 воспроизводить звук, фильмы воспроизводить, то обязательно используем MX Player, либо VLC Player. Там будет все нормально. Слушай, вообще картинка просто топ. Смотри, какая картинка. При том, что, ребят, когда я сейчас буду показывать базовые цвета, у нас сейчас не стопроцентное затемнение комнаты. Мы где-то 75-80% затемнение комнаты. Слушайте, переключаю. Смотрите, картинка просто топ. Ты видишь вообще? Да, я вижу. Ну, ребят, по фильмам вопросов нет. По 24-кадровому режиму. Мы с вами должны протестировать сразу же 24-кадровый режим. Для этого мы его фотографируем. Тестовый файлик с выдержкой в одну секунду. И получаем шахматную доску. К сожалению, 24 кадра чистых он не поддерживает. Но это есть как есть. Теперь качество самого изображения мы с вами определяем по тестовым картинкам. Оверскана нет. Все изображение, которое ему скармливается, помещается в размер. Слушайте, белый просто сумасшедший. Он просто яркий. Поехали дальше. По контрасту. Нужна калибровка. Теперь смотрим возможность калибровки. И тут мы сталкиваемся с тем, что, скорее всего, калибровать нам его придется, ребята, на внешнем устройстве. То есть, как бы хорош... О, блин, зум, нет. А ну, image, zoom in, zoom out, rotate, copy. Нет, не то, ребятки, не то. Нам нужна была калибровочка картинки. Хотя, да, по яркости он немного не откалиброван. По контрасту. Сейчас с вами тоже посмотрим. По контрасту тоже надо докалибровать. А ну, по девушкам сейчас посмотрим. И по девушкам надо докалибровать. То есть, внутренний плеер, он достаточно неплохо воспроизводит. Хорошая картинка, с хорошей яркостью. Но базовые цвета у нас есть некоторый вопрос. Не с цветами. Он калиброван в цветах. Это бордо у нас. У нас есть вопрос по калибровке. По яркости и по контрасту. По градациям тоже особо замечаний нет. А вот сами базовые цвета. Зелененький, красненький, фиолетовенький, синенький. А ну, черненький. Ой, черный классный. Вообще. И по градациям. Видите, по цветам он классно сделан. Откалиброван. По яркости и контрасту есть вопросы. Я думаю, что в яркости и контрасты у нас здесь вот покажут. Да. Верхнюю полосу я не вижу ни по яркости, ни по контрастам. Ни в одном из цветовых диапазонов, включая серые оттенки. По самой матрице вопросов нет. Матрица без артефактов. Это честная Full HD матрица. Мы видим здесь отлично поры. Но опять же нужно поработать с контрастом. Сейчас будем это пробовать на внешнем устройстве. Птичка выглядит потрясающе. По презентационным свойствам мы с вами сейчас потестируем на тексте. Текст виден. Ой, слушай, я десятку спокойно читаю. Я в четырех метрах. Десятку читаю. Можно использовать как презентационный проектор. И на белом, и на черном вижу десятку. В ревочках. Давайте шрифт сменим. Да, спокойно читается. А ну-ка, лисица, давай переключимся на внешнее устройство. То есть я думаю, что там мы сможем откалибровать. Хотя показывает он просто отлично. У-у-у-у, смотри, как красиво. Смотри, как красиво внешнее устройство-то зашло. О, так, смотрите. Он дает нам с внешнего устройства получить 4К. Редкий, редкий очень случай, когда это именно так хорошо работает. В том плане, что мы можем спокойненько с вами. Вот он 4К поддерживает и даунсамплит до Full HD. Супер. Супер. В этом плане тут как бы вопросов нет. 24 кадра у нас, честных, нет. Мы это выяснили. Поэтому здесь уже нам его проверять нет смысла. Мы с вами пойдем сейчас сразу же, сразу же в YouTube. Я хочу посмотреть, как YouTube отсюда смотрится. И пробуем калибровать. А я сейчас вам скажу, сможем ли мы тут калибровку. Да, вот здесь мы можем выставлять и калибровку, и цветовую температуру. Давайте тот же самый YouTube, тот же самый ролик продолжим проигрывать. Ну, блин, ребят, очень-очень круто. Очень круто. Смотри, какие цвета. А вот после калибровки. Слушай, может откалибруем, потом покажем ребятам, как с калибровкой показывают? Да! Смотри, как прикольно. Приятно. Приятненько, да. Очень приятно. Так, включаем тестовые картинки. И поехали. Калибровочка. Сейчас мы дойдем сразу до яркости и контраста. Поехали, калибруемся. Заходим. Picture Mode. Так, пользовательский. Поехали. Яркость. Добавляем где-то 61. А ну, смотрим. Да, четко. Смотри, четверочка еле проявилась, да? Да. Есть. Теперь контраст. Контраст мы сейчас тоже прикрутим чуть-чуть. Picture Mode. Пользовательский. Контрастик. Думаю, 40, да? Где-то 40 будет. Ой, вообще идеал. Смотри. Да, верю. Протива. Да, вот это все. Вот это топ. Сейчас на цветовой гамме еще подкорректируем цвета. А ну, смотрим здесь. Сейчас мы пройдемся. Пользовательский. Смотри. Red Gain. Мы можем... Смотри, мы как можем с цветами играться. Да, здесь расширенная калибровка, ребят. Здесь можно... Смотри, какая она сочная стала, контрастная. Сейчас чуть-чуть. Она прекрасна. О! Ну, что я могу сказать? Калибруется. Калибруется проектор. Отлично калибруется. Квадратики видны все. Девушки выглядят. Отлично. Яркостно-контрастный анализ. Отлично. Базовые цвета отлично. Слушайте, все мне нравится. Смотрите, вот здесь вот совсем другое дело теперь. Я вижу все квадраты в сером, в синим, в зеленом и красном. Абсолютно. По паттернам линзирования. Лена, иди оценивай линзирование. По углам. Ну, легкое я вижу в самом углу. Но это нормальное для любого линзованного. Ну, отлично. Достаточно четкое изображение, да? То есть, я как бы, ну, у меня претензий. За эту цену, к этому проектору, у меня точно претензий нет. Сейчас можем еще раз попробовать ютубчик уже после калибровки. И будем с вами делать уже выводы. Оно. Ой, это совсем другая картинка. Слушайте. Совсем другая картинка. Это такая красота. Вот как я его когда-то снимал. Я сам этот ролик снимал своими собственными руками. Боже, как это красиво, а? Слушай, классный проектор. Хорошая яркость, да? Хорошая цветопередача. Ребят, ну, готов проходить и делать выводы. В качестве выводов скажу. Я хотел его, знаете, как подкинуть, чтобы он такой перелетел. Может, подхватить. Думаю, да, это лица сказала, ай. Я понял, что такого лучше не делать. Но я его рекомендую. Редко, редко вот такой вот топчик нам попадается. Но это такой вот прям топчик-топчик за свои деньги. Я тут, кстати, в топ проектора включу его на одной из первых мест. Все, ребят, рекомендую. Ссылка в описании под видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Всем пока.